И вот у меня последняя посылка из Германии. Когда я её сегодня на почте получила, пришла, говорю, знаете, у меня уведомления нет, посылка там из Питера должна быть. И мне начальница почта, теперешняя, ну, она давно меня знает, в общем, тоже Наталья такая, она мне говорит, ой, там, говорит, ещё одна посылка. Я думаю, какая ещё одна посылка? Я даже не думала, что она так быстро даёт. В общем, тут, вообще, там было две клёвых германских газетки. Ну, правда, они сейчас на кровати. Я коробку поставила себе на колени, потому что на стол она мне не влезает. И вот, значит, у меня тут такая классная, тут было письмо, такой конвертик. Ой, как я люблю такие конвертики. Не поверите, я так просит всяких этих конвертиков. В общем, тут у меня куча спасибо на разных языках. Это вот отключка такая, ну, и там такое, своего рода послание. И, в общем, ну, тут бла-бла-бла-бла-бла, так я вообще рада, такие добрые пожелания. Привет из Баварии. Бавария, привет! Привет тебе из России. Не, вот то, что тут написано, я вряд ли сейчас покачиваю, потому что я уже месяца 4, наверное, как внутри, то точно не заглядывала в приложеньку с этим немецким языком. Я уже не помню, как это всё читается. льебы, грубые. В общем, извиняюсь, Германия, но с немецким у меня очень плохо. Особенно с произношением у меня есть приятель, который вот этот Дима, у него никнейм был, ну, и есть, в принципе, ник Штайнкраус. Я его только, наверное, год назад поняла, как правильно читать. Я его только не читала. Я его читала, Стейнкраус. Скрещенно стоим. Мне так удобно было. Потом я поняла, что, оказывается, это на немецком что-то. Так, и вот тут у младшего сына Натальи Скоро будет день рождения, и вот ты, младший сын Натальи, Штяда. Привет тебе из России. С наступающим днём рождения или уже с наступившим. Желайте счастья, здоровья, кучу денег, кучу улыбок, вообще море всего такого классного и позитивного. Исполнение мечт. Ну и... А, ещё любви там. И прочего такого классного и хорошего. И там нового хорошего парфюма от Ифраше. Вот так. Так, дальше мы будем рассматривать. Так, тут какая-то неведомая такая штука. Мне кажется, это карамель. Когда-то такие были карамельки, там что-то апельсиновые, что их берёшь, они так у тебя взрываются, будто бы во рту. Зелёное яблоко и, кажется, клубника. Поршок. Кракель кэнди. Пум и тому подобное. Вот такая вот хрень. На самом деле, я дико хочу есть, потому что я скакала на почту, думаю, сейчас заберу письмо с посылкой и пойду куплю что-нибудь. Но когда я получила такую огромную посылку, поняла, что я уже никуда не пойду, кроме как домой. А из дома я ещё не выходила. Вот те самые жвачки. Мы их попробуем. Предложу своей подружке Женьке. Я, правда, не в курсе, ест она жвачки или нет. Но она есть всякую химию. Так что, наверное, ест. И жвачки должна. Применник у меня теперь сладко не ест. Я вообще не знаю, есть ли он жвачки. Так. О, тот самый оловянный солдатик. В клёвом мисочки из органзы. Сейчас мы его достанем. Вот. Ту-ду. Ой, я такая довольная. У меня тут столько всякой хрени. Интересной. Ой, ещё один мешочек из органзы. То самое красное. Что-то там бусики. Так. Сейчас я попробую его разведёть. Красный цвет. Люблю красный цвет. Ну и остальные цвета люблю. Ну и красный люблю. Давайте, выпрыгивайте. Может, я сегодня вас обновлю как раз своим этим наполовину розовым прикидом. О, какое приятное. Какое няшное. Какое клёвое. Какие леденчики. Похожи на барбариски. Так. О. У меня тут, правда, это моя серебряная стрекоза. Ну, я если что, потом её сниму или уберу. Чтоб она не мешалась. Уйди, стрекоза. Тут красные бусики. Так. О, у меня сладкого теперь будет. Завались. Я теперь могу вообще в магазин только за едой ходить. Так. Это у нас что-то такое вкусное, типа конфеток. Вкусняшек таких. Мистершок. Мистершок. Ой, какая жёлтая. Я помню, его тогда не распаковывали. Так, сейчас я его пока сложу. А вдруг там что-то личное? Я вам тут его буду показывать. Сейчас достанем ещё кто-то. Ой. Конфетки-мишки. Конфетки-мишки. С орешками. Так. Печенка. Ой, ну похоже... А, это с той самой пирмы, что Рафаэлки. Даже не печенки, это конфетки. А похоже на печенки. У меня сегодня будет пир живота. Так. Кажется, это та самая обезьянка. Привет младшему сыну Натальи и Сёров. Так. Обезьянка чёрненькая из Германии. Не знаю, какая по счёту, надо вообще их посмотреть, сколько у меня их и понять, какая уже там она есть. Клёвый пакетик. Люблю клёвые пакетики. Кажется, это лисички. На германском, точнее, на немецком что-то говорящее. Так. У меня тут конфетки всякие по посылке раскиданы. Ой, леденчики. Ой, не поверите, я так плюс от таких леденчиков. Так. Ещё какие-то конфетки. Вообще, бабушкин брат жил долгое время в Германии и у меня какая-то родня там прямо и родилась. Где-то там в Берлине. Так. У меня тут сколько конфеток. Я их прямо вот буду выгребать. Конфетки, 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 леденчики. Так. Рафаэлла. Рафаэлла, Рафаэлла. Я вас сегодня поем, Рафаэлла. Так. Так. О. Вот такие штучки. Кажется, мне что-то похожее. Присылала как-то Юлька кто-то ей там привозил из Финляндии. Ну, в общем, похожая коробочка. Не помню, что там вообще. Но коробочка была похожая. Тоже желтенькая. Попробуем. И ещё одна конфетка. Так. У нас тут ракушка. Та самая такая интересная. Будь то живая. Ух ты, блин. Такими рожками. Чудненькая. Надо бы придумать, куда её поставить, чтобы она так стояла и народ пугала. Так. Сейчас я это сниму с себя. А то я так стою, сижу точнее. Сейчас я это вскрою. Посмотрю, что там. А потом решу показать вам или нет. Ух ты, какая прелесть. Так, полочка. И маленькая открытика. Это я потом вскрою. Ой. Блокнотик. У меня как раз в сумке почти помёр блокнотик, который нам дарили. Мы с подружкой выступали в библиотеке в какой-то с нашим литературным вечером. В общем, не знаю, из какого года. Уже года 3 или 4 назад. Я туда всё записывала так вот мелкое, чтобы с собой брать. Вот у меня как раз закончился. Вот самое то. Ой, розочки. Отключка. с конвертичком. Я потом это всё рассмотрю. Ух ты. Это на себя можно так понимать. Да, на себя наклею. Сейчас наклею, пойду народ пугать. Родня потом доложат, родня будут ругаться. Какая прелесть. Держал пиканвертик. Бать. Вот такая у меня классная посылка. Видеобот, ссылка на твой канал, Наталья. Я вообще так рада. Я ещё вчера подумала, ну, может, написать тебе, спросить номер трека. Я люблю так отслеживать, когда посылка идёт. А тут, думаю, пошла на почту, и писать ничего не надо. В общем, огромное тебе спасибо. Я такая вообще довольная. Так неожиданно и приятно. Ну, в смысле, когда ты это писала, я что-то так не думала, что ты серьёзно когда-то это посылала. Для меня это уже немножко таким шоком было очень классно. У нас раньше, ну, может, и сейчас с каким-то городом германским, немецким у нас Углич в побратимах. Я точно не помню. И у меня помню тогда учительница по музыке, она постоянно, она, ей присылали на французском или на немецком. На немецкий она вообще не знала. Или частично знала, не знаю, в школе когда-то учила. Ну, в французском я обычно переводила то, что ей французски присылали письма, я просто переводила и то, что ей там написали. В общем, мне там кто-то вот так же посылали в Германию, в Россию, в Россию, в Германию. Вот так прохвально. В общем, я очень-очень довольна. У меня сегодня такой шикарный день. Осталось только до магазина дойти купить еды, а то у меня одно сладость. Не, у меня ещё есть творог. Если досмотреть до конца, зрители с положительной эмоцией, то я очень-очень рада. И спасибо огромное за посылки. Вот такие все классные люди. Вообще, никогда бы не подумала, что вот буду вести канал, не буду посылать посылки, ещё писать комменты, там всё смотреть. Очень чудесные какие-то, не знаю, ощущения. В общем, я очень-очень довольна. Ну, и до новых встреч. Пока. Пока.